И теперь об этих и других новостях подробнее. Активист и волонтер, личность организатора диверсии в Крыму установленная, это 39-летний сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Панов. В Запорожской области говорят, что он активист, участник АТО. Это же подтверждают его друзья, с которым Евгений, к слову, уже три дня они выходят на связь. Также друзья Панова рассказали, что недавно он хотел лечь в военный госпиталь. Когда-то он служил в Запорожском батальоне, был рядовой в разведке, при этом служил добровольно, а уволился в августе прошлого года. Вот после этого работал на атомной станции водителем автобуса и совсем недавно стал членом исполкома. Знакомые Панова говорят, что по возвращении с АТО он вошел в состав самообороны Энергодара, который защищает интересы военных. Я напомню о том, что ФСБ предотвратило террористические акты в Крыму. Сегодня стало известно. В ночь с 6 на 7 августа в районе города Армянск на севере полуострова обнаружена диверсионная группа. Населенный пункт этот расположен на Перекопском перешейке, совсем близко от российско-украинской границы. При задержании диверсанты оказывали сопротивление. В результате был убит один сотрудник ФСБ. На месте столкновения были обнаружены 20 самодельных взрывных устройств общей мощностью 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Помимо этого, противопехотные, магнитные мины и даже гранаты были обнаружены у диверсантов. Задержан один из организаторов, как я уже сказала, это 39-летний житель Запорожской области Евгений Панов. Сейчас он дает признательные показания. Ну а в Крыму, между тем, приняты дополнительные меры безопасности в местах массового пребывания, отдыха людей. Так что туристам ничего не угрожает. Кроме того, усилили пограничный режим на границе с Украиной. Но это не единственная попытка совершить теракт. 8 августа еще одну попытку прорыва диверсионных групп на полуострове предотвратили. Но на этот раз прикрывали диверсионную группу бронетехники и артиллерии вооруженных сил Украины. Вот об этом сообщается и в результате обстрела. Погиб российский военнослужащий. Итак, помимо прочего арсенала, обнаружены взрывчатки в 40 килограмм в тротиловом эквиваленте. На что способна такая бомба, если ее собрать и взорвать? Ну вот сейчас расскажу, насколько был опасен этот теракт. Ну так, если вы находитесь на расстоянии, допустим, 15 метров от взрывчатки, то человек может, конечно, погибнуть. Если он оказался в районе действия этой бомбы, но выжил, это большая удача, то очень тяжелые травмы. Разрыв внутренних органов, внутренние кровотечения, переломы, сильная контузия. Ну а получить легкие ранения можно лишь на расстоянии не менее 50 метров от эпицентра. То есть довольно далеко от нее нужно находиться. В 20 веке тротил стал основным взрывчатым веществом для снаряжения боеприпасов. Это именно благодаря его мощности. Его перевозить нелегко, он не чувствителен к ударам, прострелам пули, огню, искоритрению, к химическому даже воздействию. Вообще взрывотехники по объему и массе сравнивают тротил с мылом. Вот наглядно посмотрите, если 200-граммовый кусок хозяйственного мыла по объему равен такой же массе этой взрывчатки. Ну а 40 килограммов тротила складываем, да, это 200 кусков хозяйственного мыла. Можете тогда уже себе представить, какой объем этой взрывчатки был обнаружен. Я напомню, что такой заряд взорвался в августе 2010 года в центре Пятигорска. Тогда мощность взрывного устройства составила тоже около 40 килограммов тротилового эквивалента. В результате взлетел на воздух автомобиль, припаркованный около кафе. Тогда пострадали более 30 человек. А на месте взрыва образовалась воронка диаметром 2 метра. Так что даже представлять не хочется, что могло бы быть, если бы не обезвредили эти диверсионные группы. И они все-таки смогли бы закончить начатое, предполагаемое. Но Владимир Путин прокомментировал попытки совершить теракт диверсионной группы с Украины. И он сказал, что нормандский формат в связи с этим потерял свой смысл. Это завел Владимир Путин. Он считает, что если Украина перешла к тактике террора, то переговоры и правда бессмысленны. Очень тревожная информация. Действительно, наши спецслужбы предотвратили проникновение на территорию Крыма диверсионно-разведывательные группы. Министерство обороны Украины. И, конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно. Потому что, судя по всему, те люди, которые захватили в свое время власть в Киеве и продолжают ее удерживать, вместо поиска тех самых компромиссов, о которых я говорил только что, примитивно к Нагорно-Карабахскому регулированию, вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора. Во время обезвреживания этих диверсионных групп погиб один сотрудник ФСБ и один военнослужащий российский. Соболезнования родственникам погибших выразила главный прокурор Крыма Наталья Поклонская. Могу сказать и официально обратиться и передать соболезнования от себя лично, от всего коллектива прокуратуры Республики Крым. К родственникам, родным, сослуживцам погибших наших солдат, погибших наших военнослужащих, сотрудников ФСБ и погрануправления. Они настоящие герои, они положили жизнь за свою родину. Мы ими гордимся и передаем соболезнования. Правоохранительные органы работают в настоящее время в усиленном режиме, очень много информации, дают люди признательные показания, изобличают всех таких вот диверсантов, которые из-под тишка только могут в состоянии напакостить и убить мирных людей, готовы на все. Вот, поэтому работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова